Я хожу-то вся раздетая, а сейчас я в костюме, и я не могу согреться. Что это такое? Безобразие какое-то. И искупаться я сделала это. Ой, не могу. Так, мы с Настюхой уже где-то минут через 45 выходим на тренировочку. Буду косить нафиг всех, и всё. Вот так вот. Я такая. Бывает у меня просто вот раз, и всё, руками дрогнет. Целый день выходной дома, так что Деня мне изъявил желание помочь. Так что отдохнём пока от комментариев, потом уже с этим будем разбираться. Всем привет, доброе утро, девочки. Я сегодня приехала от Денечки, отвела его в садик, приехала домой. Сейчас сижу, монтирую видео, и слышу прям такие порывы ветра сильные, очень сильные. Прямо ветка сюда аж клонится. Холодно на улице. Хотя вот сейчас на данный момент где-то около нуля температура. Но сильно ветер дует, конечно, портит всё. Всю малину. Аж сюда слышно, как ветер дует. Вытяжка клацает. Вообще. Вот ветер сильно не люблю. Особенно, когда мороз. Так, ну я уже практически заканчиваю видео. Монтировать почти закончила, и сейчас займусь другими делами. Всё, я монтировать закончила, но я мёрзну, ничего не могу делать, пока мёрзну. Включила я на обогрев. Всё-таки сплит-систему поставила на максимум. Когда нагреется комната, тогда буду продолжать что-нибудь делать. Фух, девочки мои. Сплит-система, что-то мне не помогает. Толку от неё нету. Но из-за того, что сильный ветер, хотя на улице 0 градусов сейчас. У меня ветки прямо до самых окон почти что достают. Вот такие порывы сильные. Вот клацает. Вот вытяжка, она всегда клацает, когда ветер сильный. В общем-то, я думала сначала искупаться, потом уже приготовить обед. Ну, время близится уже к обеду, во-первых. А во-вторых, я не хочу раздеваться совсем. Мне как-то это... Пока здесь нормальная температура в комнате не будет, раздеваться нехудно. Так что вот пока что я такая, ну, ничего ещё, терпимо. Значит, я сейчас буду готовить. Пока буду готовить, может быть, у меня печка пока будет включена. Немножко хоть температура в комнате прибавится. И тогда я быстренько-быстренько нырну, да искупаюсь. В общем, на сегодня у меня так особо сильно планов пока что нет. Мне главное надо сегодня ещё просто отдохнуть. Но у меня видео пока выводится. Я должна приготовить, искупаться, видео проверить, попубликовать. В общем, у меня и так занятий на сегодня хватит. Ну, ещё и отдохнуть надо. Вот. А впереди ждут меня выходные дни. В субботу я жду Настю сюда. Мне нужно будет отвезти её на тренировку. Вечером ехать надо будет уже туда, к Денечке. И в воскресенье я буду с ним. Вот уже в понедельник мне нужно будет отвезти его в садик. Тогда меня уже сменит Надежда Ивановна. Вот. Так что прохлаждаться времени нет особо. У меня сейчас будут очень такие загруженные дни. В общем, много-много-много будет всяких движений. Беготня и так далее. Вот. Ну и всё. Я буду сейчас снимать в этот влог. Пока. Либо уже до воскресенья, до понедельника. Я не знаю, сколько я тут наснимаю. Ну, я думаю, что вот эти дни у меня не будет времени монтировать видео. Ноутбук я брать с собой не буду. Раз Деня будет дома, значит, мне будет не до монтажа. Так что поэтому я вам небольшой ролик предыдущий сняла, чтобы сегодня вам смонтировать и выложить. Ну, наверное, на завтра, на субботу, да. Пока, чтобы вы посмотрели, пока, чем мы занимаемся по ходу пьесы. Снимаю нон-стоп. Одно видео заканчиваю, другое начинаю. Потому что, в общем-то, у меня получается, что всё время я что-то делаю, что-то делаю. В общем, вся я в деле. Вся при деле. Так. Ну, сейчас у меня тут свининка. Рёбрышки я достала. Там немножко у меня косточек мало. В основном там мясо такое с прослойочкой. И картошечку хочу прям пожарить. Вот знаете, в такой холод хочется прям жареной картошки с мясом, вредную такую еду поесть. Я думаю, ладно. Самое главное, чтобы было хорошо на душе. Где там душа, в каком месте. Вот. Зиму переживём вот эти холода. Оно, конечно, бы и вес лучше сбросить. Но сейчас садиться на диету в такую холодрыгу совсем нет никакого желания. Так что будем есть то, что хочется. Я сделать хочу что-то вроде рагу по-домашнему. Но я сейчас буду готовить. Это я уже что-то наподобие делала. Чуть-чуть по-другому хочу поделать сейчас. В общем, давайте начинать. Ну, не обращайте внимания на вот эти звуки. Я с ними сделать ничего не могу. Там у меня такой клапан. И от ветра он просто клацает. Клапан, если этот убрать, то тогда всё будет сюда надувать. Вот. Он каким-то образом препятствует. Ладно, давайте приступим к делу. Так. Ну что. Поехали. Я беру крупную луковицу одну. И порежу я крупно лук. Я хочу его порезать прям полукольцами. Крупно. Вот таким вот образом. По 0,5-0,6 толщиной. Оставила сковороду. Включила. Налила туда растительное масло. Сейчас я хочу обжарить лучок. Ну, почти до готовности. И потом его оттуда достать, этот лучок. Вот так. Всё. Нормально. Всё. Пока лучок будет обжариваться, я сейчас быстренько порежу на кусочки. Тут вообще вот такие у меня небольшие косточки. Это ребрышки я брала. Я тогда половину сделала, а половину в морозилку положила. Вот. Сейчас мы эти ребрышки приготовим. Я же прилегла сначала, думаю, сейчас полежу, пока мне прогреется комната. Я смотрю, что-то... Я уже ролик посмотрела один-другой блогеров своих любимых. Смотрю, что-то у меня особо как-то не прогревается. А у меня сплит-система, она сначала вроде как выключилась, работала, я слышала. А потом как-то вроде как выключилась. И она перегревается, потом отключается. Я что-то не пойму. Я знаю, что нельзя сплит-систему включать тогда, когда на улице дождь. Когда мороз больше, чем минус 5. Но на улице 0, дождя нет. Я не знаю. Если ветер дует в сторону сплит-системы, может быть, это тоже каким-то образом влияет на ее работу. Ну, в общем, она немножко поработала. Ну, может быть, от силы 1 градус добавился в комнате. Вообще, соседка говорит, что у нас сейчас батареи не так топят, как обычно. Обычно у меня всегда жарко. Я хожу вся раздетая. А сейчас я в костюме. И я не могу согреться. Что это такое? Безобразие какое-то. Это полное безобразие вообще. Коммунарщики расслабились. Плохо работают. Никто их не гоняет, потому что всем надоело их гонять. Бесполезно. Нервы мотать никто себе не хочет. Вот они и ничего не делают. Экономят. Не знаю почему. Но у нас отопление, оно идет сверху вниз. Вот если у нас сейчас вот так вот не жарко, даже, ну, прохладно в комнате, то я представляю, что там на нижних этажах, там люди просто, наверное, не выключают обогреватели. Это вот представьте себе, что у нас даже, сказать, не сильно холодная зима. Что происходит? Ничего не могу понять. Что они экономят или что? Так, это я порезала, лук надо помешать. Надо его обжарить, чтобы он так вот на полуготовность уже был, почти готовый. И тогда я его выложу и сюда закину мясо. А, у меня же на двоечке печка стоит. На тройку надо поставить, на всю. Сейчас быстрее дело пойдет. Лук у меня обжарился, но он еще не до конца приготовился. Я его отложила. Сейчас обжарю мясо и тоже отложу. И потом пожарю картошку отдельно, тоже на сильном огне, чтобы она погрумянилась. А потом все это соединить в кучу. И потом в конце уже посолим. Ну, вот такая у меня сегодня, такая сегодня задымка. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, по-любому должно вкусно получиться. Картошечку уже вот порезала, такими крупными кусочками. Вообще, свинину долго жарить не надо. Нужно, чтобы в ней остался сок. Вот, 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 смотри. Чтобы она внутри еще сок выделяла, но чтобы не кровила. Чтобы это было белое. Белый сок. Если пересушить, мясо будет тогда суховатым, жестковатым. Вот. В общем-то, я думаю, что сейчас вот еще чуть-чуть капельку. Ну, как обычно вот я обувную. Или как мы в стейке делаем. Три минуты с одной стороны, три минуты с другой стороны, да. Ну, так же здесь примерно так же немного времени. Так, я думала, что уже почти готовлю сейчас. Еще капельечки. Я вытащу это мясо, положу в кастрюльку и закину туда картошечку уже готовиться. Оно все равно потом все пропарится и будет готово. Так, картошечка у меня достаточно подрумянилась. Забрасываю сюда, обратно, в лук. Сейчас с луком с это перемешаем. Можно уже убавить мощность. Поставить на тихий. На единичку, наверное, поставлю. Так. Добавлю сюда теперь уже мясо. Вот, какая красота. Так, ну, сейчас я все это уже теперь посолить могу. Так. Посолю обидейской солью. У нас тут эти с травками и приправками. Так. Пока хватит. Потом, если не засолено, еще посолю. Концепция. Вот, какая красота. Вот оно хоть и вредная, может быть, эта пища, но такая же вкусная я не могу. Все, закрою крышкой. Чуть-чуть, может быть, водички забавлю, пускай пропаривается. Так, единица это будет, наверное, слабенько. Лучше так, на двоечку. Вот лучше. Ну что, посмотрим. Прошло уже минут 10. Все уже пропарилось. Я еще раз перемешала. Ой, какая вкуснятина. Кто-то скажет, мама Чоля, зачем вам так много? А я просто с собой еще возьму, чтобы завтра там не отвлекаться на готовку. Так что, немного. Нормально. Все, девочки. Я уже поела давно. Уже немножко отдохнула. И потом уже из последних сил она набралась сил. Искупалась. Вот, вот что сегодня, что я делала такого? Дэню в садик отвела, приехала домой, смонтировала видео, приготовила обед, видео проверила, опубликовала. И все, я вот устала уже. Покушала, я уже устала. У меня уже силы, последние силы я набрала для того, чтобы просто сделать последний рывок. И искупаться я сделала. Ой, не могу. Вот, ну все, теперь я уже легла на диван. На улице темно уже, потемнело. Ветер, по-моему, еще больше усилился. Он меня аж прям напрягает. Даже соседка пришла, говорит, меня пугает этот ветер. Там такие порывы прям серьезные. Вот. Ну, в общем, ветер будет еще допоздна. Где-то после 12 он чуть-чуть, может быть, утихнет. Вот. Все, короче, я легла теперь. Сейчас я смотрю телевизор, там ролики посмотрела, там сериальчик какой-нибудь смотрю. И больше сегодня я уже вставать ничего делать не буду. Увидимся с вами утром. Продолжим наш влог. Доброе утро, девочки мои. Сегодня я смотрю, вроде уже получше погода. Ветер направление поменял. Плюс один градус, смотрю на градусники. Вот. И уже как-то получше, получше. Там у нас мусорка приехала. Вот. Ну что, просыпаемся. Я смотрю, на горизонте там вообще небо чистое. У нас тут немножко облака. Но ветер все равно дует, колышет дерево. Но уже, по крайней мере, не в окно дует, а где-то в другом направлении. Я проснулась, выспалась уже. С соседкой мы уже кофе попили. И вот уже сегодня внучку Настю мне должны привезти. Вот буквально там, наверное, минут через 20-30 она прибудет. Наступают выходные дни. Сегодня суббота, суетливый день. Настю на тренировку надо отвезти. Вечером надо будет уже сменять бабушку Надю и ехать туда к Денечке. В общем, сегодня у меня и Настя будет, и Денни будет. И завтра я буду целый день с Денни. Вот, так что беготня, суета. Ну, буду снимать все. Я уже намутила себе кашечку, овсяночку. Сейчас надо покушать, перекусить. И надо еще сообразить, что-то с собой может взять. Ну, что-то там из еды, что-то из чего-то. Короче говоря, я еще пока мозг не проснулся. Пока что еще просыпаюсь. Вот. Ну, в общем, ждем Настю. Вот и Настя пришла. Привет, всем привет. Развивайся. Так, мы с Настюхой уже где-то минут через 45 выходим на тренировочку. Да, и вот Насте я положила что-то, молочко и хлопья. И хлопья. Настя любит хлопья. Вот. Настя, любишь хлопья? Да. Я говорю, что ты будешь? Перечислила, что есть. Ой, хлопья люблю с молочком. Говорю, Настя, расскажи, что у тебя новенького в жизни. И она говорит, у меня сегодня нет настроения ничего рассказывать. Вот видите, у ребенка бывает есть настроение, а бывает нет настроения. Она по заказу не может ничего рассказывать. Поэтому она сосредоточена на своих мыслях там. Вот. Так что сейчас покушает и скоро будем выходить на тренировочку. Девочки, смотрите, что на улице делается. Мы только что, вот минут 10 назад с Настей выглядывали. Настя радовалась солнышку и хорошей погоде. Началась метель. Пошел снег. Небо затянуло. Вот так вот резко меняется погода. А нам скоро выходить. И прямо в лицо будет вот этот снег нам метелить. Настя, мы думали сейчас по солнышку пройдемся, солнышку порадуемся. Ты поняла, как резко меняется погода. Не выйдет нам по солнышку пройтись. Зато снежок. Плохо, что ветер. Видишь, снег идет с ветром. Прямо в лицо будет лететь. Ну, капюшоны понатянем, значит, пойдем так. Так, ну что, мы с Настей вышли, идем. Идем в пятачку. Так, ветер местами дует. Он непонятно еще, где дует. Снежок или меньше стал. Ой, задувает, наверное, звук вам не слышно. Вот, снежок меньше стал. Чуть-чуть сейчас идет. И, в общем, какое-то непонятное небо местами. Местами облака, местами, я смотрю, вообще вроде как чистое. Какое-то странное небо. Вот, ну ничего. Так, плюс один градус. И, в общем-то, вот когда ветра нет, то вообще классно. Прям здорово. Куда идем? На тренировку. Ура. Вместе с Басей. Сегодня Басе считает, как самое главное, потому что она сегодня будет смотреть, как я тренируюсь. Ну, ты можешь уже попрощаться сразу. Ну, ладно. Всем пока-пока и пока-пока. Пока-пока. А мне пришла посылочка. Пришла смс, что пришла посылочка. Мы с Настей сейчас вышли немножко пораньше. Я ее на тренировку отведу, отвезу. И рванул за посылкой, чтобы как раз успеть ту перерыва ее забрать. Вот. Потому что потом будет некогда. В общем, беготня началась, суета началась. Всем пока-пока. Все, целую бабушку давай. Это не моя кружка. Хорошо, все, побежала. Все, девочки, на тренировке я оставила Настюшку. И бегу сейчас на почту. Побежала быстрее, скорее. Все, едем. Вроде бы по времени я успеваю. И все хорошо. Одно дело уже сделала. Теперь надо еще одно дело сделать. Девочки, иду, как корова на льду. Смотрите, ледяная корка такая, скользко вообще. Так что приходится такими мелкими шажочками идти. Вот. Плохо, когда плюс на минус. Оно подмораживает. И еще осадки идут. Снег с дождем. В общем, иду я потихоньку. Иду медленно. К резности не показываю. Показываю лед. Ой. Вышла, чтобы на светофоре перейти через дорогу. А то сейчас там дальше без светофора опасно по такой скользкой дороге идти. Вот такое вот у нас сейчас, девочки, небо. Смотрите, какое. Солнышко вот только что вылезло. В общем-то, в принципе, было бы неплохо. Можно было бы сказать, что замечательная погода. Если бы только не было бы совсем ветра. Вот там где-то заходишь, где затишье. Прямо классно. Как только ветер подует, ветер такой морозный. Все, забрала я посылочку. Иду вот по своей любимой аллеечке. Наслаждаюсь свежим воздухом. Так. Ну, сейчас у меня небольшой будет перерывчик. Я иду домой. Надо еще зайти в магазин. Чуть-чуть, чтобы из продуктов прикупить. И все. И вечером уже я поеду к Дене. Вот такая красота. Когда солнце светит, мне кажется, так красиво сразу становится. Да? Здорово. Классная погодка, да? Посылочка моя. Василечек. Ну, посылку сегодня снять я не успею. Потому что надо будет бежать. Но хорошо, что я сегодня ее забрала. Мне уже в понедельник не нужно будет бежать за посылкой. Я приеду домой. И сразу же могу начать снимать. Хотя мне нужно будет сразу же, наверное, первым делом смонтировать это видео. Потому что я ноутбук с собой брать не буду. Ну, я не смогу все равно монтировать видео. День это выходные дома. Если бы он был в садике, то я могла бы этим заняться. Но так мне будет не до видео. Так что я буду снимать сегодня, еще завтрашний день. Наверное, длинное видео получится. Ну, ничего. Справимся. Ой, солнышко освечивает от луж. И сразу становится светлее. Класс. Можно позагорать. Все, девочки. Я пришла домой. Зашла по пути еще в магнит. И возле магнита там дядечка продавал лавровый лист. Смотрите, какой красивый. Я не удержалась и взяла. Вот этот большой такой букет стоит всего лишь 30 рублей. Но так как я люблю лавровым листом угощать. Вот соседку там еще кого-то. И потом он много лет может много храниться долго. Так что я не удержалась и взяла. Так что я не удержалась и взяла. Будет пахнуть у меня лаврушечкой пока он будет сохнуть. Обычно сначала высушиваю, а потом уже складываю в баночку. Так, ну а что я взяла в магните? Ну, это я взяла в основном туда отвезти. Взяла дынечки, вот эти вот йогурты. Четыре штучки. Парочку компотиков взяла. Вишня и малина. Парочку вот этих маленьких взяла молоко. Удобно то, что здесь вот на одну порцию открыла все. Чтобы оно не пропадало. Молочные ломтики его любимые взяла. Вот такой вот крикер витаминный любятого. Это вот там кошечки, я не знаю, какие-то животные. В общем, печенюшки взяла дыньки. Пирожок песочный с творожной начинкой. Ну, это как сочники, я понимаю. В общем, взяла две штучки и себе, и дыне. Пирожки я взяла себе. Ну, может быть, Дэнни, если их будет, попробует. Дам ему попробовать. Начинка здесь идет персик и абрикос вот такой. Ну, и взяла барни еще. Пускай кушает. В общем, ну, вот это то, что я купила. Я кое-что еще из дома возьму. Ну, вот пришло время обеда. Я вчера приготовила картошечку жареную с ребрышками свиными. Огурчики соленые. И у меня еще осталось на завтра с собой возьму. Так что вот как раз хорошо, что я все приготовила. Вкуснятина необыкновенная. А лаврушку поставила пока вот так в вазочку. Пусть пока тут постоит. А что, ничего такое, натюрмурчик, да, неплохой получился. Зелень стоит у меня, веточки. Веточки, цветочки. Классно. Ну, вот и время подошло к вечеру, девочки мои. Сейчас я буду собираться. Сейчас возьму то, что мне нужно с собой уже взять. И, в общем, через полчасика я уже выдвигаюсь из дома. И еду к Денечке. Еду сменить Надежду Ивановну. Почитала я комментарии ваши сегодня. Честно говоря, мне грустно от некоторых комментариев становится вообще. Просто я не могу понять. Некоторые. Я же не всю свою жизнь, вот буквально не все 24 на 7 снимаю, да. Вот я за два дня могу снять, допустим, там на 20 минут какой-то ролик. А остальные часы, минуты где? Вы же даже многого не знаете, что происходит за кадром, да. И вот эти какие-то домыслы, что-то там додумывают. Опять-таки, у меня больная спина. Я уже много раз говорила, что мне дома, когда я нахожусь, я могу что-то поделать, потом лечь, полежать. Что-то поделать, лечь, полежать. Если я выдвигаюсь, допустим, сижу там с муком, какие-то движения делаю много, и у меня в течение дня нету возможности вот так вот отдохнуть как-то, да у меня начинает болеть спина. Я начинаю пить обезболивающее. Но я же не хочу вам постоянно на это жаловаться, на свои боли, на какое-то недомогание или что-то, да. Нет, вот видно, что вам не хочется с Дэнни находиться. Вы это делаете через силу, улыбаетесь через силу. Я уже, честно говоря, думаю, либо блокировать вот так вот, просто вот косить нафиг подряд всех вот таких комментаторов, либо вообще закрыть комментарии и всё, без комментариев. Ну просто я не хочу их закрывать из-за тех людей, которые пишут ненормальные, адекватные, позитивные комментарии. Хочу я их читать и хочу вдохновляться на новые какие-то видосы, да. С другой стороны, я могу снимать только то, что я делаю дома, то, что про меня. Могу не снимать вообще ничего, то, что я делаю там, допустим, у дочки, не снимать внука. Ну тогда у вас будут пробелы. Тогда вот сейчас, раз я, допустим, половину времени нахожусь там, здесь мало времени провожу, будет один раз в неделю видео выходить и всё. Я не знаю, я не знаю, что мне делать. Я понимаю, сейчас, может быть, многие скажут, не обращайте внимания. Я стараюсь не обращать внимания. Целый день сегодня говорю себе, успокойся, не обращай внимания, забудь, не бери в голову. И всё равно вот куда-то я иду, что-то я делаю, мне в голове вот этот комментарий неприятный, он у меня крутится. И у меня рука так и тянется заблокировать. Но я ещё почитаю, что там ещё понапишут внизу. И в конце концов, позаблокирую вот этих всех, кому что не нравится. Я просто считаю, что если вам не нравится что-то, ну, ё-моё, ну не смотрите, кто вас заставляет. Я спокойно могу блокировать ненужных мне людей, потому что мне не обязательно, чтобы у меня прям был канал разогромнейший. Я не гонюсь там особо за популярностью, прям за раскруткой канала. Я снимаю просто в своё удовольствие вот видосы, вот и всё. И мне приятно, когда кто-то со мной делится тоже какими-то там своими вот чувствами, что-то. Мне хорошие вещи иногда люди пишут в личку, в Инстаграм. Если я кому-то делаю поддержку, мои ролики, ну, кому-то нравится, кого-то вдохновляют, кого-то они успокаивают или ещё что-то. Вот для таких людей я снимаю всё. Пусть у меня их будет немного, но пусть это будут мои соратники, так сказать, люди, которым я нравлюсь. Я люблю общаться с теми, кому я нравлюсь. И не люблю общаться с теми, кому не нравлюсь. Поэтому если я вам не нравлюсь, не смотрите. И не надо ничего от этого писать. Буду косить нафиг всех, и всё. Вот так вот. Я такая. Бывает у меня просто вот раз, и всё, рука не дрогнет. Всё. Я вот думала, сказать вам это, не сказать. Потом думаю, что я буду носить в себе. Вы выливаете грязь какую-то на меня? Я хожу, тут обтекаю. Всё это как бы на меня остаётся. А я что, и ответить не могу? Я хочу ответить, и я отвечаю. Вот взяла, ответила вам, и всё. Вот. А теперь на позитивной ноте продолжим снимать этот влог. Всё. Собираюсь я, одеваюсь и погнали. А, ладно, свежий воздух. Какой красивый закат. Солнышко то спрячется, то вылезет. А у нас то точки, то небо чистое. Ну, я пока выйду, уже солнце сядет. А так вот с окошка красиво, красиво смотрится. Пейзажик такой. Так, ну, я уже приехала, отпустила Надежду Ивановну. Кто тут вот хулиганит? Вот это вот, кто там сидит? А? Хитрая такая морда. Я уже её ругала, ругала, что она ёлку кушает. А она спряталась за ёлку, что я оттуда её теперь достать не могу. И продолжает ёлку кушать, а? Мила, Мила, ну-ка выходи оттуда. Выходи. Сейчас руку протяну, она меня куснёт. Вот зараза такая. Ну, как вот её оттуда выковырнуть? Как её оттуда выковырнуть? Вон она сидит спряталась. Милка, выходи оттуда. Не знаю, как её туда достать. Надо тебя мило снимать, наверное, потому что ты сниматься не любишь. Выходи, выходи. Выходи. Короче, она засела там наглухо и держит оборону. Не вылазит и никак не хочет. Так, Деня кушает, молочко пьёт, мультики смотрит. Так, а что делать буду я? Сейчас придумаем. Надежда Ивановна сделала блинчики. Такие вкусные блины. Вот. Она сама их нажарила. Мне нравятся такие блинчики, такие она делает. У меня немножко другой вкус получается. Ну, вот так вот мы коротаем вечер. Бельё там стирается у нас, да? Курточку бабушка стирает твою. Так, завтра у нас выходной. Дома мы будем, наверное, сидеть. Не знаю. Время уже сколько? 19.37. В 9 часов спаточки пойдём. Пока мультики, не мультики смотрели. Смотрим котиков смешных. Мультики там то, 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 то. Смотрим что-нибудь, да, Дэнки? Да, Дэнки. Дэння крутит мамины ролики. Уже разные крутил. И там, где воспоминания, там, где ему два годика было, уже посмотрели. В общем, с увлечением смотрим ролики мамины, мамин канал смотрим. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась уже час назад, спела кофе попить спокойно. Сейчас включила мультик полнометражный. И уже сейчас 7 часов. Скоро должен Дэнечка проснуться. Вот, ну я пока ничего не делаю. Пока соблюдаю тишину. Смотрю мультик. Барбосик вот этот, бантик. Прожурливый. Просит еду. Я ему еду наложила. Он там чуть-чуть поел. И опять ходит, просит. Вот что он еще просит? Что ему еще надо есть? Не знаю, еда есть, вода есть. Все есть. Попрошайка. Лишь бы что-нибудь просить. Толстый уже такой. Добрай, банк вообще. Вот они наши котики. Безобразники. Тушумят, ходят. И на них немножко поругаю. Поругаю. Вот этот вот попрошайка. Мордочку уже наел. Толстяк. Сидят, ждут, пока Дэнни проснется. Кто это тут проснулся у нас? Проснулся, пришел. Ух ты, какой рассвет у нас. Солнышко встает только. Вот время 15 минут 9. Вот у нас сейчас расцветает. До 8 почти темно. Восход 8 часов. Так что вот так вот. Но небо просветлилось было, оно пасмурное. Тучки вот туда куда-то уходят. И небо вроде бы ясное сегодня. Но все может измениться. Дэнни, коврик. Давай на коврике пылесось. Дэнечка, давай. Помогает мне помощник. У нас с ним уборка, стирка сегодня. Нам нужно время как-то сегодня, да, занять. Целый день выходной дома. Так что Дэнни мне изъявил желание помочь. А котики сидят и наблюдают за этим всем. Так, ну молодец, Дэнечка, молодец. Ну что, Дэнечка у нас уборку закончил. Я его отправила купаться. Сейчас он пока купается. Я сегодня постирушками занимаюсь, потому что мне больше делать нечего. Мне скучно. Надо же себя чем-то занять, да. Ты спрятался, да, сидит в ванной. Плескается мальчик у нас. Сейчас воду только не разбрызгивай, Дэнечка. Так. Ну, постельная поменяла. Постирала уже постельная. Покрывала, постирала. В общем, нечем бабушке заняться. Я не могу просто так сидеть без дела. Представляете, какая. Вот. Так что, вот так вот. Хожу, маюсь из угла в угол. Посижу, посижу, опять похожу, похожу. Девочка соскучилась за мамой свою, да. Что даже к бабушке прилегла. Поняла, что мамочки нету. Теперь она к бабушке ластится. Залезла на меня. А мы с Дэнечкой пообедали. Да. Дэня, ну, купался, покушал. Все съел, даже уговаривать не пришлось. Теперь мы с Дэнечкой легли, мультики смотрим. Все, все стирки закончены. Уборки закончены. Делать больше нечего. Все. Все хорошо. Отдыхаем. У нас такой тихий час. Только мы не спим, а просто отдыхаем. Все. Все. Я сам покричу. И Милочка с нами тоже. Я сам покричу. Все, мои хорошие. День сегодняшний закончился. Я Дэнечку уложила спать. И сама сейчас тоже пойду спать. Я, в общем, пока его укладывала, уже глаза сонные. Вот. Что я хотела вам сказать. Я решила на этом видео закончить. Вообще, я сегодня... Сегодня, кстати, у нас прекрасно прошел день. Замечательный день прошел. В общем, полдня мы тут делами занимались с Денечкой. Он мне помогал. И, в общем, хорошо себя вел. Все было прекрасно. Во второй половине дня я заглянула в комментарии. Девочки. Почитала комментарии. И решила комментарии закрыть. Под предыдущим видео. Под этим видео я тоже комментарии хочу закрыть. Потому что ноутбука у меня с собой нету. В телефоне ковыряться в комментариях. И там кого-то блокировать, кого-то не блокировать. У меня на это нету ни времени. И неудобно это делать, на самом деле, в телефоне. Поэтому отдохнем немножко от комментариев. Те, кто пишет мне хорошие, поддерживающие комментарии, я знаю. Хейтеры, которые позалезли ко мне в компьютер, в комментарии вернее. Я с ними буду разбираться позже. Сейчас мне просто не до этого. Пока я занимаюсь с ребенком. В общем, ноутбук я с собой не таскаю сюда. Потому что я ненадолго сюда приезжаю. Поэтому, когда уже жизнь, как говорится, уже пойдет своим чередом. Когда дочка приедет. Тогда уже буду я сама с этими комментариями разбираться. Кого блокировать, кого не блокировать. Я уже потом посмотрю и сама разберусь. Потому что я никому не позволю писать гадости. Особенно, что касается моей семьи. Потому что за свою семью я, конечно, павлю. Вот. Так что отдохнем пока от комментариев. Потом уже с этим будем разбираться. Вот. А я сейчас ложусь спать. Уже глазки закрываются. В общем, спокойной ночи всем хочу пожелать. Завтра я утром уже Денечку отвожу в садик и еду домой. Буду монтировать это видео. Не знаю там, какое оно короткое, не короткое получилось. В общем, что-то, может быть, даже я там повырезаю, посмотрю. Вот. Ну и все. На этом я с вами прощаюсь. Комментарии не пишите. Кому видео понравилось, ставьте лайки. И по вашим лайкам я уже буду видеть, кому это видео понравилось. Кому вообще нравится мой канал, и я, и моя семья. Все. Всем до новых встреч, девочки. Всем пока-пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok